Всем привет! Сегодня по многочисленным просьбам делаю макияж с палеткой Наташи Динона, сделаю обзор со сводчами. Палетка не новая, да? Вы, наверное, многие следите за выпуском продукцию Наташи Диноны, и эта палетка выходила около двух лет назад. Несмотря на это, сейчас к ней появляется опять интерес такой у блогеров, у визажистов. Я смотрю, она опять появляется, потому что все хорошее, оно не забывается, и эта палетка продается у Наташи Диноны, то есть она не исчезла, она в постальной коллекции, и я ей пользуюсь, очень мне нравится. И если кто не знал о ней, сейчас узнаете, если кто не покупал, может быть, мое видео вас подвигнуть купить, потому что палетка действительно качественная, классная, и посмотрите, она состоит из трех рядов, так скажем. Ну, так располагается у Наташи Диноны оттенки по колориту, то есть это более холодный ряд, она его так считает. Я так не считаю, что это полностью холодные тени, здесь, например, два оттенка холодных. Так, это коричневый нейтральный, это тоже нейтральный, но черный, да, холодный. Опять же, я бы не сказала, что он прям холодный. Вот этот ряд для меня теплый, вот этот ряд оттенков для меня, ну так, теплый, нейтральный, да, но, опять же, если по логике Наташи, как она задумала эту палетку, холодный, теплый, нейтральный, то это немножко не соответствует действительности, потому что в нашем понимании, понимании российских визажистов, оттенки по-другому ощущаются, воспринимаются, чем у американских визажистов, американских пользователей. Палетка состоит из матовых, шиммерных оттенков, и здесь у нее есть интересный, интересный вот такой оттенок спот, черный немножко, который может крошиться, он такой какой-то кремово-сухой. В общем, по-моему, в этой палетке в первый раз появились вот такие кремово-сухие оттенки, которые, вот у нее первая новая формула, именно в палетке Биба появилась. Здесь палетка сама по себе, посмотрите, какая она прикольная, она из такого молочно-бело-розового пластика, смотреть на нее одно удовольствие, даже как буквы, да, вот здесь расположены, называется All Neutral, полностью нейтральные, даже вся эта надпись, она настолько маркетингово правильная, она настолько цепляет, что хочется ее купить сразу, она очень приятно в руке лежит, и на нее смотреть, одно удовольствие, ну, не зря, Наташа постаралась. Еще и зеркало, да, вам краситься будет одно удовольствие. Тени, в принципе, все универсальные, да, тут можно полноценный макияж, я не один сделать, и ходовая, для меня она несколько теплая, вот, для моей внешности, и вообще моих клиентов, я бы сказала, что несколько теплая, вот летом я ее большей частью начинаю пользоваться, ну, а вообще, конечно, она, если учитывать население Америки, для которой она, в принципе, создана, да, и, может, Европы, то для людей она может и нейтральная быть, да, для тех, для тех женщин, для нас она несколько тепловато. Итак, первый ряд, вот так выглядит свочи, вот он первый, да, вот на пальчике, как я его набрала, такой бронзовый красивый оттенок, это первый ряд свочи, и вот этот оттенок, вот здесь он может быть плохо передается, но вот я его на большом пальчике показываю, это первый ряд, вот он, вот он полностью, да, такой тепловатый, горчичный, я бы сказала. Видите, на моей руке он явно теплый, но, понятное дело, что я накрашусь, и будет красиво, у меня и волосы сейчас теплее, вот, и девочкам с загаром эта гамма будет очень красиво смотреться, поэтому я и говорю, что летом я ее начинаю активно использовать. Так, следующий, второй ряд, посмотрите, какой он такой более красноватый уже, первый ряд более хаки, мне кажется, более такие ореховые оттенки, здесь более красноватый, и вот этот очень красивый оттенок, на подвижное веко я его часто использую, такой прям очень классный, мягкий, кремовый. Что хочу сказать по поводу уже второго ряда оттенков, я тут встретила два оттенка, которые наносятся уже не так круто, мягко, пигментированно, это вот этот оттенок такой, он чуть суховатый, более полупрозрачный, и вот этот оттенок, видите, как они нанеслись не сильно прям плотно, а вот эти более плотно, потому что это сами такие оттенки, они как будто немножечко более суши и более так прям, ну прям по суше, да. В палетке это получается вот этот Райан оттенок, да, он прям по суше, но преимущество в том, что его можно для растушевки использовать, и он не будет сразу пятном ложиться, потому что посуше, и получается вот этот оттенок, то он, он тоже прям по суше набирается, не такой пигментированный. Специально это сделано или нет, или так получились оттенки, не могу вам сказать. И вот этот красивый оттенок, шиммерный, он очень кремовый, очень мягкий, очень красивый, да, вот видите, вот этот оттенок мы уже с вами смотрели, потом бронзовый, кремовый и вот этот такой цвет шампанского, наверное. Так, ну и третий ряд более мною любимый, потому что это моя гамма, такая прохладная, но хотя мне вся палетка нравится, конечно же. Вот, посмотрите, да, очень красивый, холодный такой, но я бы сказала нейтральный коричневый, не холодный, потом два серых, один такой прям серо-серо-матовый, а этот тауповый. И такой вот черненький, да, как он видит, видится в палетке, он не черненький, он такой графитовый. И вот такой растушевочный, очень классный оттенок для растушевки, он один тут такой, я его как раз для растушевки в коже использую. И это вот как раз вот этот оттенок. В общем, при работе с этой палеткой, как я вам сказала, что я заметила, что матовые оттенки просто превосходные, как и все матовые у Наташи Дзиноны. Шиммерные, тоже превосходные, как масло. И есть несколько оттенков, которые сатиновые. То есть это вот как раз вот этот оттеночек, да, видите, он с сатинами, и он наносится не так уже, как матовый, не так густо, а прозрачно. Из этого ряда я вам сказала, да, что хуже всего вот этот наносился оттенок и вот этот. Видите, они как будто такие немножко замыливаются. Это сатиновый, не матовый, это что-то между сатиновым и матовым оттенком. Не скажу, что он прям сатиновый, вот такой интересный тоже, интересная текстура. Все остальные у нас получаются матовые, шиммерные и вот такие полусатиновые оттенки. Сатиновые, в принципе, кисточка наносится нормально, просто при нанесении на кожу они, конечно, не так плотно ложатся, как матовые, и из-за этого кажется, что они хуже или более сухие. Но они как раз нужны для растушевки, для втушевки в кожу. Итак, значит, сейчас мы будем с вами краситься, буду делать макияж. Итак, давайте все-таки я решила сделать два макияжа на обоих глазах, чтобы, ну, то есть один макияж, потом сатру и второй сделаю. Будем сейчас первое, что использовать на подвижный век, это вот этот прекрасный оттенок. Перед этим я нанесу пейнт под в оттенке, ловим в качестве подложки он будет. Итак, наносим оттенок, который называется, вот он, Монро. Он просто очень красивый, зеркальный, очень красивый. Наношу я кисточкой от Сони Джи, моя любимая, сейчас для нанесения на подвижный век. Дальше как раз я буду использовать вот этот телесный оттеночек. И вниз сразу сделаем. Оттенок классный телесный. Он, конечно, немножечко такой оливковатый. То есть обычно для растушевки в российских брендах или в российских, ну, вообще российские визажисты используют такой более прохладный оттенок, вот такой вот с розовинкой. Так как это все-таки палетка Наташи Стенона, ориентирована на американский рынок, да, то здесь растушевочный. Он такой вот более с оливкой, да, кожа, потому что преобладает такая. Следующий оттенок я все-таки, наверное, возьму вот такой тепленький, но сначала думала вот этот холодноватый, да, потому что мне он больше подойдет, но мне нужен переходной оттенок. Все-таки такой, наверное, возьму. Мне нравится, что в этой палетке у Наташи, то есть есть ориентированность действительно на более желтую кожу, желтый подтон кожи, на более розовый и на более серый, да, какой-то нейтральный подтон. Все-таки это чувствуется в ее оттенках. Очень хорошо этот оттенок переходит в предыдущий. Это тоже хорошо, и вообще очень-таки, конечно, пигментированные матовые тени у Наташи Стенона. Этот же оттенок вниз чуть-чуть возьмем, добавим. Ну и темненький сит, вот этот. Очень красивый он, конечно, глубокий, коричневый. И подведем мы вот этим черно-серо-графитовым, называется спот. Вот, на вот такую кисточку наношу. Ну, то есть это подводка тенями у нас. Аккуратненько он может сыпаться, чуть-чуть мне насыпался. Так, давайте дальше накрасим реснички. И я сегодня тестирую вот такую тушь от Nars. Называется она Climax. Да, многие посчитают, что на Climax называют. Это не Climax. В общем, у нее вот такая пушистая щеточка. И раньше я красилась только пушистыми, терпеть не могла силиконовой. Сейчас все наоборот. Ну, давайте попробуем ее. Она мне напоминает щетку у Dior Show, по-моему. Была такая, такая огромная, большая. Прям. Ну, так, ничего. Прокрашивает неплохо. Пушистенькие такие реснички. Ну, делать, конечно, очень большие реснички. Пушистые. Я просто отвыкла, наверное, от таких больших щеток. Вот. И последнее время все время на силиконовых, которые, ну, так вот, по-другому работают. Они классные. Очень пушистые. Мне нравятся. Второй вид макияжа. Этот пока вы запомните. Какой вам больше понравится. Напишите потом. Ну, и второй макияж. Такой он будет более драматическим. Я буду использовать карандашик NARS. Мне пришел в каком-то там наборчике, пробничек. Это не выкручивающийся карандаш. Это High Pigment Longwear Eyeliner. Вот. Вот такой. Будем его сейчас пробовать. Сначала его наношу. Он у меня будет такой в качестве основы межресничного контура. Очень такой пигментированный. Ох, крутой какой. У меня, потому что есть оттенок мамбо. Кажется, это та же серия. Такой красно-коричневый. И он очень нравится. О, этот черный просто отлично. Смотрите, какой черный. Сейчас посмотрим, как он будет по устойчивости. В общем, прокрашиваем все вот эти пространства сразу. И делаем засечку. Нашка подтягиваем. Смотрите, какая тоненькая получается стрелочка. Основа стрелочки. Так, теперь мы берем опять наш растушевочный вот этот. И в складочку будем наносить. Карандаш очень классно высох. Он высыхает моментально. Потому что у меня вот на вот этом глазу постоянно, где чуть нависает, да, всегда потом отпечатывается. Вообще сейчас не отпечатывается. Очень быстро высох. Мне прям это очень нравится. Потому что у меня карандашики других фирм отпечатываются все же на одном глазике. Что мы теперь будем делать? Я хочу все-таки использовать, да, серую гамму. Используюсь вот этот серо-сатиновый оттеночек. А гамма легенькая. То есть оттеночек не сильно пигментированный. Такой сатиновый. Этот оттенок набираю на пушистую кисточку. И вот пройдусь просто вот эти стыки. Так, ну и черненьким оттенком мы сделаем переход от карандашика, да, такую растушевочку сделаем небольшую. То есть в этом месте растушевочную стрелку делаем. Смотрите, как легко, когда уже у нас есть основа в виде карандаша, да, просто немножко подрастушевать тенями и все. Потому что в основе уже есть черненький оттенок. Все-таки, да, вот этот серенький сатиновый. Ну и растушуем мы, конечно же, вот этим. И так вот такой у меня получился драматический макияж, ну такой вот более вечерний, со стрелочкой. И с такой серой гаммой, да, ну серо-талповой. И такой инстаграммный макияж, потому что вот именно со стрелками любят многие у меня клиенты, девочки. Такой прям. И сейчас модно, чтобы на подвижное веко не только был шиммер, но модно также и матовый оттенок. Вот смотрите, у меня там такой классный сатиновый оттеночек. Так, ну и давайте мы закончим уже мой образ. Хочу вам показать прекрасную палетку. Это тоже у меня новинка. Это новая коллекция, новый выпуск от Nars. У нас Nars Orgasm. Она немножко у меня залапанная. Конечно, она очень-очень-очень залабывается. Посмотрите, какой красивый, какая красивая упаковка. Это розовое золото, и оно такое прям глянцевое. Вся коробочка замечательная. Это набор для лица. То есть тут роз, тут румяна. Тут вот два вида румян. Вот это. Это и хайлайтер, можно и тени использовать. Также этот оттенок, это тоже хайлайтеры и бронзер. И покажу вам поближе. Текстура гелевая, такая влажная. То, что мне очень нравится. Это оттенок знаменитый Nars Orgasm. Давайте я вам покажу оттенки. Бронзер. Смотрите, какое сияние обалденное. Так, вот этот у нас остался. В общем, сияние просто бешеное. Итак, будем наносить бронзер. Ну, кстати, прикольно. Очень классно. Я думала, что он такой будет, как бы, красный, краснить. Нормально. Ох, загорелая была бы у меня сейчас кожа. Было бы очень красиво. Было бы прям огонь. Такие вот щечки были бы солнечные. Но имеем, что имеем. Даже на бледной коже, смотрите, это хорошо. Что мы будем дальше? Румяна. Мне очень-очень вот эти нравятся. Их уже использовала. Прям очень нравится. Давайте их. Они такие яркие. Тоже для загарчика. Они, конечно, великолепно было бы смотрелись. На загарчик, вернее. Так, ну и хайлайтер. Специально камеру так приблизила, чтобы вы прям видели, как переливается. Хайлайтер буду вот этот использовать. Мне сейчас светленький подходит вот этот. Классный. Очень красиво. Очень. Так, да, блестит. Очень ярко. Румяна классный. И бронзер. Мне прям нравится. Нравится эта полиначка. Мой макияж и палетка Биба. Я ее вспомнила. Я, наконец-таки, достала. Начала использовать. Потому что думаю, как же так. У меня такая классная палетка, которую давно-давно забросила. Она очень крутая. Так, на губах у меня сейчас карандашик от Шарлотты в оттенке Icon Nude. По-моему, тогда в прошлом видео я вам показала, что обязательно накрашусь им Iconic Nude. И помада моя любимая. Да, из вот коллекции предыдущей. Прекрасный футляр оттенок Wedding Bells. Кто не смотрит все мои видео, давайте я вам покажу этот оттенок прекрасный. Сама помада просто восхитительна. Посмотрите. Это инкрустация. Итак, надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор с макияжем на палетку Biba. И немножко мы познакомились с палеткой для лица Nars Orgazm новой. Но хотела вам показать два макияжа. Хотела вспомнить эту палетку, чтобы вы вспомнили. Может быть, она у вас тоже в закромах лежит. А может, вы еще не купили. Но думайте, какую бы нейтральную, натуральную палетку на каждый день выбрать, чтобы она была универсальной, долго служила. В общем, присмотритесь. Я с вами прощаюсь. Встретимся в следующем видео. И если вам понравился мой макияж, это видео, пожалуйста, ставьте лайки. Пишите обратную связь. Обязательно, чтобы я понимала, что я не зря стараюсь.